Здравствуйте! Эфир Новгородского областного телевидения продолжает православный проект «София» – программа о наших истоках. И, как всегда, в начале каждого выпуска мы предлагаем вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Жизнь новгородской митрополии». Первый большой праздник церковного года – это день Рождества Богородицы. По этому случаю, 21 сентября в Кафедральном Софийском соборе Великого Новгорода было совершено праздничное богослужение и возглавил его епископ Юрьевский Арсений. Год для православных христиан понимается не просто как промежуток времени, более того, он наполняется духовным содержанием и смыслом о том, что Рождество Пресвятой Богородицы и последующие двунадесятые праздники связаны с евангельской истории, а также с историей церкви – это и есть православный церковный год. В праздник Рождества Богородицы именно 21 сентября 1862 года был освящен и открыт в Новгороде памятник Тысячелетия России. После праздничной литургии был совершен крестный ход к памятнику, и не случайно в нем приняли участие губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин и председатель Новгородской областной думы Елена Владимировна Писарева. 21 сентября – это государственный и религиозный праздник. В этот день отмечается день воинской славы России – день победы в Куликовской битве. С того события минуло 640 лет. В память о погибших новгородцах в той битве на Куликовом поле еще в XIV веке был установлен в Софийском соборе крест по указу новгородского святителя Алексея. Эта древняя реликвия и сегодня находится в Софийском соборе. У памятника тысячелетия России был совершен молебен – возложение цветов. Владыка Арсений вручил архиерейские грамоты митрополита новгородского и старорусского льва новгородским врачам родильного дома. Православная церковь всегда приветствует рождение детей и многодетные семьи. В канун праздника Возвижения Животворящего Креста Господня 26 сентября в новгородском кафедральном Софийском соборе прошла вечерняя служба. Ее возглавил епископ Юрьевский Арсений. Сам праздник отмечают ежегодно 27 сентября. Каждый христианский праздник берет свое начало накануне, всеночное. Крестово-звижение – это двунадесятый праздник, один из наиболее значимых в году. В этот день вспоминается событие 326 года, когда на месте распятия Иисуса Христа на горе Голгофе при раскопках была найдена пещера гроба Господня. Все это проходило по инициативе императрицы Елены, матери византийского императора Константина. Они приняли христианскую веру и задались целью найти крест, на котором был распят Иисус Христос. Благое дело увенчалось успехом. Святая равноапостольная царица Елена и иерусалимский епископ Макари нашли животворящий крест Господень. Святыня была высоко поднята над толпой людей, ожидавших чудом. Равноапостольный император Константин повелел построить в Иерусалиме на том самом месте храм в честь воскресения Христова. Его строили около десяти лет. Храм был освящен 13 сентября 335 года или по новому стилю 26 сентября. Так было установлено праздновать воздвижение животворящего креста Господня. Спустя более полутора тысяч лет это событие не утратило своей актуальности. С креста православие началось, потому и значение его высоко. Он является центром вероучения. Это непременный атрибут верующего человека, цель его жизни, средство его спасения. 30 сентября в православном календаре это день памяти мучениц, веры, надежды, любови и матери их Софии. Услышав слово мученик, в первую очередь мы думаем о муках, которые претерпевали христиане за веру. Это древнегреческое слово в переводе на русский язык означает «свидетель». Таким образом, на первый план в звучании этого понятия выступают не муки, а то, ради чего на них шли и что они должны были подтвердить. Конечно, речь идет о свидетельствовании, преданности, вере во Христа. Христианка-вдова София воспитала трех своих дочерей веру, надежду, любовь в христианском благочестии. Римский император Адриан за их исповедание во Христа казнил юных христианок на глазах их матери. Во всем православном мире почитаются эти святые праведницы. В новгородском Успенском храме в Комове на литургии поздравили с именинами прихожанок. Современные христианки не испытывают гонений, храмы открыты, а в обществе православие уважается. Так в чем состоит подвиг современных христианок? При любых обстоятельствах нужно показывать, что это христианка, нельзя этого стесняться, нужно это показывать. Не прямо, конечно, то, что на вид, вот я христианка, смотрите все, а как бы, если у тебя спросят, ты ходишь в храм, не стесняться этого, а прямо говорить, да, я хожу в храм, я православная, я христианка. Я помогаю при храме, работаю в столовой, помогаю повару. Всегда при любых праздниках стараюсь помочь как-то, в чем-то, если просят, там может подсвечники убирать, еще что-нибудь, покраска, любая помощь хороша. Для современных христианок, как и вообще для христианки, вообще на первом месте должен быть Христос в ее жизни. Потом уже идет ее душа, остальное все, все обязанности. Если это замужняя женщина, значит, она должна заботиться о своей семье, о детях, о муже. Если это еще не замуж, молиться о том, чтобы Господь управил ее жизнь, даровал ей хорошего супруга, благочестивого. Ежедневная работа над собой и своей душой в победе над ленностью, в умении не прятаться за чередой житейских дел – это и есть путь подвига. Сегодня мы решили представить вашему вниманию деятельность новгородской епархии в области летнего отдыха детей. И речь пойдет о проекте «Иверский городок». Наши постоянные телезрители знают, что означает это слово «Иверский городок». Но в этом году он проходил в необычном формате. Довольно сложно было подготовиться в нынешних условиях к Иверскому городку, но тем не менее он состоялся. И как это происходило, мы хотели бы вам показать в нашем небольшом сюжете. Эффективными способами по формированию духовно-нравственных ориентиров у подрастающего поколения являются клубная и волонтерская деятельность и, конечно, совместные поездки с разными целями и задачами. В новгородской епархии ежегодно в период летних каникул организуется доступный и качественный отдых для школьников. Речь идет о проекте «Иверский городок». В этом году он проходил в формате водных походов по реке Ловоть. Но сначала состоялись учебно-методические сборы по технике водного и пешеходного туризма для всех участников предстоящих походов. Инструктаж проходил на реке Волхов у стен Свято-Юрьево монастыря. Преподаватели воскресной школы Новгородского храма во имя Александра Невского научили ребят пользоваться снаряжением и, что очень важно, технике безопасности во время водного похода на катамаранах. Весла у нас сплавные. У них вот есть сверху ручка. И держимся не так, как некоторые цепляетесь, а именно рука, одна рука на этой ручке, вторая рука здесь. Для чего это делается? Грибок, который мы проводим сидя на катамаране, осуществляется таким образом. Вы вперед вытягиваете руки и тело, потом делаете грибок, а когда выводите весло из воды, можно его так вот повернуть вот чуть-чуть, и оно выходит, смотрите как. В таком походе надо владеть разными навыками. Например, звучит команда «человек в воде», и здесь надо быстро воспользоваться «морковкой». Так называют спасательные концы, уложенные в специальные ярко-оранжевые мешки. Инструкторы подчеркивают, что в такой ситуации нужна скоростная сноровка. Достать морковку, метко бросить спасательные концы человеку в воде и только потом подтянуть его на прочном шнуре. Другой навык – вернуть катамаран в рабочее положение, если он перевернулся во время плавания. И вот как это выглядит. Подготовка к походу требует много времени. Выбор маршрута водных походов, оформление путевой документации – и все детально было согласовано и утверждено необходимыми учреждениями на федеральном и региональном уровнях. А ребята должны быть знакомы со всеми правилами похода. Здесь все вроде есть, но не было бы так жарко, все хорошо. Да, поесть хочется еще. Поесть? Себя покормят сейчас. А кто вас будет кормить? Мы сами готовили сейчас. Кто-то чистил картошку, кто-то дрова колол, кто-то подкидывал, кто-то держал огонь. У меня были обязанности готовить. То есть чистить картошку, резать картошку. И то же самое с морковкой, с луком. Готовить для всех еды, всех не отравить. Итак, я напоминаю, тема нашей беседы сегодня – Иверский городок. И у нас в гостях настоятель новгородского храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, протеерей Сергий Мельников. Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте, уважаемые телезрители и Наталья Георгиевна. А наш второй гость – директор воскресной школы этого же храма Митясов Александр Николаевич. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Вы впервые принимаете участие в нашей программе? Да. Итак, Иверский городок. Те, кто постоянно смотрит нашу программу, знают, что за этим названием стоит детский лагерь, который когда-то, много лет тому назад, впервые возник у стен Свято-Юрьева монастыря. Существует он много лет. И вдруг в этом году поменял свой формат. Почему это произошло? Гости нашей студии об этом расскажут. Но сначала я все-таки хотела обратиться к истории Иверского городка. Когда это началось? С какой идеи? Как это произошло с самого начала? И как давно это случилось? Ну, нужно сказать, что проект «Иверский городок» – это продолжение той деятельности, которая ведется на нашем приходе, я думаю, что на всех приходах Русской Православной Церкви, Новгородской епархии. Это желание воспитать, обделить большое внимание подрастающему поколению, не только в деятельности воскресной школы во время учебного периода, но и в летнее время. И, конечно, в частности, в нашем приходе это развивалось с 2006 года. Это получается 14 лет уже? Да, конечно же. То есть тогда, конечно, это не называлось «Иверский городок». Тогда это был проект чисто приходской. И когда воскресная школа заканчивала свою работу, мы отправлялись на летний отдых. И это называлось тогда «Тропинка», то есть первая смена, вторая смена для более старших детей и так далее. И вот пробный проект рядом с «Иверским городком» это было в 2015 году. То есть мы усилиями нашего прихода сделали такой патриотический слет. И после этого Владыка благословил уже сделать проект уже не только приходской, а уже новгородской епархии. Александр Николаевич, ведь вы уже стоите у истока как раз вот этого детского проекта. Вот финансирование, трудности. Вот с чем вы столкнулись тогда, когда это только-только начиналось? Ну, не хочется начинать с трудностей. Хочется сказать, что вообще меня немножко удивляет термин «летний отдых». Потому что на самом деле это время, наверное, самого интенсивного развития детей. Если вот вы вспомните, ребенок, ну, как педагог, допустим, уходит на каникулы и возвращается с каникулы, бывает его не узнать. Он меняется не только внешне, но и внутренне. Да, конечно, согласна. И вот, когда мы впервые решили провести лагерь для воспитанников нашей воскресной школы, я как-то к этому отнесся не очень серьезно. Ну, думаю, ну, и так дел хватает еще тут вот этот лагерь. Ну, когда этот промежуток времени, три недели мы провели, и я увидел, как педагог, что произошло с детьми, вот тогда понял, что да, надо каждый год этим заниматься. И это не столько отдых, это интенсивная работа и нашей, и детей тоже. Вот вы говорите, наша работа детей тоже. Дети только воцерковленные. Вот кто отдыхает в вашем лагере обычно? Вообще, наша воскресная школа, она берет детей не только из воцерковленных семей, но все желающие, кто вот имеет такое расположение, приводят детей, мы берем, ну, спрашиваем, вы к какому приходите там и так далее. Если нет, ну... А невоцерковленные дети бывают? Да, да, конечно. Да, у нас 70% приходит невоцерковленных детей. Вот мы делали статистику. Вы можете сказать, что что-то в этих детях меняется после такого общения? Конечно. Те, кто остаются, особенно если родители при этом еще тоже работать продолжают, то тогда меняется очень серьезно. Ну, я хочу добавить, что с Александром Николаевичем мы как раз вот и ведем работу не только с детьми, а и с родителями. И в том числе и в проекте «Северский городок» мы приглашаем родителей на субботу-воскресенье для того, чтобы они увидели своих детей, они участвовали, если желание. Мы создаем даже команды специальные для взрослых, для того, чтобы они прошли там пешеходную трассу или водную трассу, для того, чтобы они увидели и сами поучаствовали, сами загорелись этим. Поэтому это все присутствует. И в работе воскресной школы занятия проводятся специально с родителями, особенно с маленькими детьми, которые приводятся. Мы всегда родителей приглашаем для того, чтобы они тоже прошли занятия, поучаствовали, послушали о православной семье. Семей на такое мероприятие и семью же тоже сплачивает это же. Конечно, несомненно. То есть, в общем-то, и задача наша, и, можно сказать, и воспитательная, и образовательная в этом отношении, она направлена и в члены семьи. Это проект образования и воспитания, я правильно понимаю? Ну, и в этом отношении. Но, наверное, тут и объединить детей, то есть, вот это единомышленников собрать. Потому что часто мы встречаемся с тем, что сверстники не понимают друг друга. И не только с точки зрения сегодня разномыслия в тех или иных, вот, то, что предлагает нам сегодня жизнь, а с точки зрения того, что человек бывает верующий. И ему трудно бывает в том сообществе как-то себя найти. А вот здесь вот как раз единомышленники в основе своей. И в этом проекте это все, они получают этот заряд. Заряд. То есть, все начинается день с молитвы, заканчивается молитва, в течение дня послушания монастыре. Это было когда? Да. То есть, это имеется в виду то, что они, конечно, в этом году так не получилось. Ну, мы расскажем, что было в этом году. А то, что было в прошлые годы, то есть, именно так и происходило. Поэтому это очень важно. Нахождение рядом, то есть, нахождение на святом месте, Иверский монастырь рядом. Конечно. А какая природа? На берегу озера. И природа, конечно. То есть, заповедный край, конечно, и со мной. Вот вы знаете, только что мы произнесли это слово, образование. Но у детей может быть реакция, ну вот закончился учебный год, и опять речь об образовании. Как они к этому относятся? Ну, мы, конечно, это все преподносим ненавязчиво. И предлагаем им интерес, в первую очередь, да, это поход, это участие как раз вот на трассе пешеходной, на трассе водной. То есть, вот заинтересовать детей для того, чтобы они пришли, захотелось им поучаствовать. То есть, физически, активно, чтобы они, то есть, имея вот в таком возрасте такую активность, конечно же, и военно-патриотически, и так далее. То есть, вот эти темы, я думаю, что для них интересно, они желают сами участвовать. Вот многие организаторы, которых мы приглашаем... Вот, кстати, об организаторах. Кто это? Ваши помощники? Ну, нужно сказать, что в первую очередь, организатором, самое главное, является наш ладыка, митрополит Новгородский Сарорусский Лев. Без его участия это невозможно, потому что именно он особо имеет попечение о том, как это происходит, и как наша молодежь сегодня воспитывается. Поэтому, конечно же, самое главное, его отношение к этому. И забота об этом. Ну, а так, в общем-то, у нас мы в сотрудничестве с Федерацией спортивного туризма, с Тесном, Росгвардии Новгородской области... А чем вам Росгвардия помогает? Ну, непосредственно участвуют сотрудники. Ах, вот так. Да, то есть вот мы... Как шефы наши. Да, то есть они, в общем-то... Потому что шефами вы их называете, да? Шефы наши. Шефы военно-патриотического клуба нашего имени Александра Невского. Вот так. Да, и тут нужно сказать, что Новгородское отделение, да, ОСАФ, очень большое тоже участие, и другие ведомства, в частности, нужно сказать, что вот предыдущие руководители управления МВД и подразделения многих следственного комитета, судебных приставов, вот они все помогали нам. Да, да, да. И приглашали сотрудников, приезжали непосредственно целыми коллективами для того, чтобы провести с нами те или иные мероприятия, направленные, в общем-то, на правильное отношение к правам человека, на правильное отношение к сегодняшней ситуации, связанное с различными вещами, там, с алкоголизмом, с наркотиками и так далее. То есть поэтому я думаю, что с терроризмом связано и так далее. А вот в прошлые годы, как финансировалось, это все-таки дорого стоит, а нынешнее мы поговорим чуть позже, а финансирование, откуда подпитка идет, это же не будет, что стоит. В первую очередь материальная база находится, конечно, у нас на приходе, связанная с тем, что мы постепенно приобретали с помощью, конечно, благотворителей, это разовые такие благотворительные акции, которые, с помощью которых мы вот так вот набрали вот эту материально-техническую базу, без которой, в общем-то, с молодежью, можно сказать, так заниматься невозможно. То есть обязательно это должно присутствовать, это быть. Без этого, поэтому сложности присутствуют, когда, если какой-либо проект брать, то есть вот эта материальная-техническая база имеет большое значение. То есть на чем основано это будет? Александр Николаевич, в этом году вашему проекту «Уверский городок» очень-очень повезло. У вас было солидное финансирование. Расскажите нашим телезрителям. Ну, стараниями наших сотрудников мы выиграли грант. Патриарши. Патриарши. Международный грант. Да, да, да. И, в принципе, вот эти средства, они пошли как раз на обновление всей той технической базы, которая у нас существует. То есть мы обновили палатки, мы докупили катамараны, спас-жилеты. Ну, в общем, список довольно-таки большой, что мы сделали. И, конечно, уже помощь эта огромная. Потому что без этого действительно ничего бы не получалось, если бы не было у нас материальной базы. Патриархия выступила инициатором вот этого гранта, международного гранта, на конкурс на основе он проходит. И в номинации образования и воспитания как раз вы выиграли, получили хорошую денежную сумму, которую смогли вы как раз и направить на поддержание материальной базы вашего проекта. И в этом году в реализации этого проекта кто вам помогал, я имею в виду не финансово, а вот вместе с детьми был. Кто? Те же самые организации, которые перечислили, или кто-то еще добавился? Да, те же самые организации. То есть они от вас не отказываются, ими интересно с вами работать, да? Конечно, да. Конечно, в этом году такого расширенного проекта не получилось. Он был, конечно, гораздо меньше. Но я думаю, что наши такие, если можно сказать, партнеры, они остаются вместе с нами. И они осознают, самое главное, нужность этого проекта и необходимость работы с детьми. Отлично. Ну вот в этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией вам пришлось отказаться от лагерного формата и перейти на новый формат, новый проект. Александр Николаевич, что это за проект? Насколько вам удалось его реализовать? Оправдались ли ваши надежды? Ну, я хочу поправить вас, Наталья Георгиевна. У нас Иверский городок – это не лагерь. Это три слета недельные. По неделе, да? Одна неделя, вторая, третья? Да. Они различаются, и в них могут участвовать различные дети. То есть каждый выбирает для себя тот формат, который ему нравится. А что, формата какая-то тема у каждого из этих трех? Да, да. У нас, допустим, обязательно есть военно-патриотическая неделя, есть пешего туризма и техника водного туризма. Вот, пожалуйста, дети вместе с родителями выбирают. Ага, нам интересно это, мы пойдем на это. И когда это происходит? За благовременно? Ну, конечно, это происходит в феврале месяце. Даже зимой уже, да? Подготовка, вся вот это составление списков, документации, составление различных там документов вот по, ну, необходимых. Разрешительные документы контролирующих органов. То есть мы подаем заявку там в Рощинский сельсовет, чтобы как бы все это было документально завизировано. Я даже слышала, что вам пришлось что-то согласовывать еще и с Москвой даже. Даже на таком уровне было что-то, что-то нужно было убедительно. Ну, это связанное именно с грантом. С грантом, да? С грантом, связанное, да. То есть мы в этом году должны были доказать, что этот проект будет не хуже тем... И безопасный, да? Тот, который был, да, в 19-м, в 18-м году, то есть в 20-м году. То есть это будет, может быть, в меньшем масштабе, но это будет похоже на тот иверский городок, который мы проводили. Но это получилось, конечно, в формате вот таком более динамичном, именно как водный поход. То есть все разрешительные документы вы получили. Много их было, этих документов, кстати? Ну, в этом году немного, потому что это поход, это, в принципе, нам достаточно. Можно сравнить с прежними? С прежними, да. Там намного больше. Ну, вот если по лагерю Тропинка, например, если раньше где-то порядка трех документов оформлял, сейчас уже за десятку. То есть на какие-то вот все требования прибавляются, прибавляются требования. То есть вы должны все-все, 100% все эти требования выполнить, только когда вы получаете разрешение, да? Да, мы, конечно, стараемся выполнить все необходимое. Со слетами попроще. Вот слеты, они проходят, ну, не так тяжело. Там документальная база не такая большая. А если вот вы говорите о лагерях, ну, вот у нас... Которые раньше? Нет, у нас сейчас же Тропинка тоже проходит. На территории области, которым разрешили в этом году? Сегодня не разрешили, в этом году не было. Это у нас возраст с 7 до 12 лет. Мы на базе Воскресной школы проводим Тропинку. Мы ее так и проводим уже вот с 2006 года. А уже старше, вот переросло у нас, старше с 12 и до 18 лет, это уже... Даже до 18 лет? Да, конечно. Но у нас даже ребята, которые уже выходят, ну, из нашего, так сказать, за возраст 18, они у нас переходят в инструктора. Даже так? Конечно. Преемственность. Конечно, конечно. Мы без них уже бы ничего не смогли сделать. Ну, нужно сказать, что без большого такого коллектива взрослого, то есть невозможно вообще это все осуществить. И, в общем-то, самое главное развитие в том, которое оно получило, вот, и возможность провести такой верский проект, это возможность иметь такой коллектив. Коллектив единомышленников, вот, педагогов, которые понимают, зачем это необходимо сделать. И насколько это было интересно в нашем коротком сюжете. Давайте посмотрим его. Реки, имеющие препятствия не выше третьего класса сложности, имеют отличительную особенность. Во-первых, в них достаточно теплая вода и локальный характер препятствий с последующими обширными участками спокойной воды. Выгребайте, 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 выгребайте. Молодцы, еще, еще гребите, ребят. Все, молодцы. Новгородская река Ловость именно с такими характеристиками. И сплав на катамаранах – это самое удачное сочетание безопасности, скорости, маневренности и удобства. Участники водного похода «Иверский городок» в августе совершили сплав по Ловости от города Холма до Селеева. И отдых с небольшими приключениями на свежем воздухе на фоне первозданной природы такой поход не забудется. Гребем, 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 не останавливайся. Раз, раз. Александр Николаевич, и вот все-таки поход. И вот сейчас наши телезрители увидели вот этот небольшой сюжет. Скажут, ну как вот детишки, вот так вот вода, ведь могут быть какие-то травмы. Вот это тоже все было предусмотрено? Ну конечно, безопасность – это главное. При проведении любого лагеря, начиная с детского, потом слеты, вот «Иверский городок» – тоже безопасность. А поход – это уже, конечно, самая высокая степень безопасности должна быть. Но мы готовимся очень серьезно. То есть у нас спассивная безопасность, допустим, на воде – это спас-жилеты у каждого, подогнанные индивидуальные, каски обязательно, свисточек, если вдруг там где-то в темноте. Что-то привлечь внимание к себе. Да, да, да. Ну это так положено, да. И даже при падении из катамарана, что бывает, в принципе, это нормально, ребенок, он не травмируется. Это очень редкие случаи, когда, тем более наши походы, это вот нынешнего года, это первая категория сложности, то есть, ну, это прогулочные, в принципе, туда можно брать людей без подготовки. Есть, конечно, другие категории, там, третья, четвертая, пятая. То есть это самый простой вариант. Да, это вот прогулочные, скажем так. И поэтому здесь, конечно, ну, все равно мы с собой берем обязательно серьезную аптечку такую, в которую входит все необходимое. Потом у нас есть специалист, который обучался оказания первой медицинской помощи. Да, да, то есть, ну, Игорь Ренатович как раз. Да, курсы... Игорь Ренатович? Да, да. Курсы медицинских катастроф медицины. Даже так? Да, то есть, так серьезно. И там проходит, да? Да, да. Смотрите, как обстоятельно, ну, она же, работа непростая. Ну, и в этом году мы оформляли, так как это водный поход, то есть мы оформляли маршрутную книжку, где прописывали всех, кто... маршрут у нас там указан, все, опорные точки. И мы заявлялись в МЧС, и они нас курировали всю нашу трассу. То есть утром уже звонят, ну, как у вас там чего-нибудь, я говорю, все нормально, все хорошо, мы там-то и там-то, ну, все, тогда мы вас ждем, когда вот вы дойдете, мы там вас... Ну, провожали. Поэтому, если что-то бы произошло, то... Помощь была оказана 7 минут. Ну, насчет 7 минут, это громко сказано, но, по крайней мере, в течение там... Ну, без всяких эксцессов, без всяких травм обошлось, да? Ну... Царапины были, надеюсь? Были, конечно. Мозоли были, вот отвелся. А, ну, конечно же, работать с веслом, это не так просто, тяжеление не навык. Даже у взрослых, да, да, да. Поэтому у нас вот был парень, 18-летний, ну, 19-летний Ваня с Акуловки, ну, он себе замотал все уже потом, ну, серьезно так натер. Ну, и нужно сказать, что все начинается с молитвы, заканчивается молитвой. Вот поэтому все... Это тоже безопасность наша. Да, вы правильно подметили. Отец Сергеев, и вот буквально несколько слов, что в себе заключала вот жизнь этого проекта? Ну, понятно, сплав по реке, поход. А что еще было внутри этого проекта? Какие-то мероприятия, что еще интересное для детей было там? Ну, это самое-то главное, то есть обучение, как раз вот единение коллектива, который идет в этот поход. Вот, и как раз прохождение, поддержка друг к другу, взаимопомощь, и вот, наверное, вот это прохождение, преодоление себя, вот это вот самое главное, то, что вот они должны были осуществить. Ну, а мы, конечно, в этом отношении педагоги, я вот их провожал, встречал, вот в этом году у меня не получалось... Постоянно быть с ними, да? ...быть постоянно, да. Поэтому педагоги с ними, естественно, общались, то есть беседы проводили, были у них вечер у костра, все это присутствовало. Да, отец Сергей, я знаю, что вы большой любитель поиграть на гитаре, попеть у костра вечером. В этот раз не получилось у вас? Не получилось. Александр Николаевич, да. Да? То есть у вас были еще какие-то музыкальные вечера, наверное, да? Ну, в этом походе много времени не было. Это, понимаете, целый день все-таки... Уставали ребятам. Конечно, надо прийти, поставить палатки, надо прийти, сварить ужин там. И все сами дети делают, они учатся этому? Конечно, конечно. Ну, было очень динамично, то есть нужно было, то есть стоянка, это устройство вот этой стоянки, потом, значит, на воду, походят водный путь, снова нужно было устроить стоянку, потом снова это все собирать, снова на водный путь. Можно вот как раз я вспомнил один момент на эту тему. Не буду называть, кто это. Ну, интересно. Да. И вот с таким, когда ему было дано задание на стоянке сделать то-то и то-то, и он с таким видом, мне сказали, что здесь будет все готово, как в Иверском городке, но я буду на всем готовеньком. А мне здесь приходится все такое. Ну, пошел на второй поход тоже. То есть сначала... И даже пошел на второй поход. Да, да, да. Так понравилось ему быть самостоятельным, что он потом говорит, а я хочу второй сплав совершить. Ну, мы взяли его на второй. Ну, вот как раз это есть показатель того, что это важный, нужный проект. А вот в каждом таком походе, каждая такая вот группа детей, какое число охватывало ребят? Ну, в общем, группа полностью 35-36 человек со взрослыми. Это, скажем, один поход, 35 человек, да? Да, и второй такой же. То есть три похода по 35 человек? Нет, два. А, два похода, 70 человек. Первые тренировочные только были, разовые тренировочные выходы просто на воду. 70 человек. Ну, слушайте, ну, это масштабная работа. Ну, мы долго думали, как же нам совершить. Можно было сделать один сплав более длинный, но мы бы тогда в количестве детей проиграли. А так мы всех желающих... Да, вот опять-таки материальная база, да, и возможность взрослым как раз, то есть вот количество взрослых на тех детей, которые были, этого, и плав средств, и других, то есть там, возможностей, это только вот как раз в рамках 35 человек в поход. Если бы это было бы необходимо расширить, то нужно было бы взрослых больше, материально-техническую базу больше. Кухни другую. Да, все по-другому. Да, котлы другие, все по-другому было бы. И вот давайте все-таки попробуем провести сравнение. Иверский городок у стен Юрьева монастыря и вот этот формат, который водный. Что интереснее, что лучше, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что в каждом есть своя изюминка. В каждом. Потому что, во-первых, это большее количество дней, когда ребенок может записаться на тот или иной слет, возможность участвовать. И, конечно же, там больше многообразия. Но там все, конечно, стационарно. И вот как раз тут несколько такие другие моменты. Вот. А здесь вот на водном походе, здесь, конечно, более динамично все. Здесь как раз вот тот, может быть, как говорят, драйв они и получили, да. Здесь все по-настоящему. По-настоящему. По-взрослому. По-взрослому, да. Уже каждый отвечает за все. И за себя, и за другого. И вот ты вовремя не сделал чего-то, другие страдают. А, вот уже чувство команды. Конечно. Да. И прохождение водного пути зависит от каждого члена команды. То есть каждая лодка, каждый катамаран – это маленький коллектив, который проходит этот путь. И, в общем-то, если вот кадры смотреть, вот там как раз это все видно. Ну вот вы только что привели пример. Мальчик, значит, сначала покапризничал, а потом даже изъявил желание во втором походе принять все участие. Вообще, мнение детей, они потом делились своим впечатлением? Как вот вы считаете, состоялся этот проект, как вы задумали? И мнение родителей тоже. Ну, с родителями сразу посыпались смс-ки. Так? Какого содержания интересного? Ну, вот именно такого, благодарственного. То есть, говорит, дети в восторге. Спасибо вам огромное. Дети, ну, уже индивидуально сами как-то проявляли то же самое. В общем, сказать, что кто-то остался равнодушен или с негативным каким-то впечатлением, ну, я пока не слышал такого. Ну, и потом добавить то, что родители сами хотели помочь, они и провожали детей, они там, если возможность была, довозили детей. Потом снова встречали тоже, на машинах приезжали и так далее. Поэтому они были тоже, как бы, своего рода участниками, которые старались помочь этому проекту. Поэтому так, да. Интересно. Ну, а на будущий год в каком формате вы планируете этот проект? Если ситуация нас не подведет, связанная с ограничениями, то мы думаем, что в том формате, может быть, Иверского городка, как он проходил. У Иверского монастыря. У Иверского монастыря, я думаю, что мы продолжим это. И это будет самым главным результатом, то, что мы имеем возможность это продолжить. А если нет, то повторить вот этот же формат, который был... Ну, будем искать, искать возможности, то есть в этом году это было очень большое напряжение у нас. То есть как мы? Мы июль месяц прождали. Какова будет ситуация? Июль месяц прошел, и мы ничего не сделали. И потом было принято решение, в связи с тем, что вот такие... Были разрешены походы. Атуистические такие походы были разрешены. Мы решили, что... Распользоваться. То есть мы уже предполагали, что такой может быть вариант, и осуществили его. Ну, я... Можно добавлю? Начинали-то мы как раз вот с этих самых походов. То есть вот в 2014 году у нас был водный поход как раз по этому маршруту. Именно по этому же маршруту? Да, конкретно. Почему мы смело по нему пошли? Потому что мы его знали. То есть там стоянки, там кресты стоят на этих стоянках, там замечательная природа, там есть на что посмотреть. Дети восхищались вообще этой речкой, ловотью. Ну, мало кто бывал в таких местах, вот из них, по крайней мере. И мы-то вспоминали эти сплавы, вот с Иринатовичем, например, очень тепло. Думаю, эх, вот жалко, конечно, мы сейчас вот хорошо проводим слеты вот в Иверского городка, а вот то, что там было, так было здорово. И, в принципе, мы бы, наверное, хотели и то, и другое. Но просто сил не хватает. Вы сейчас рассказываете, а у меня почему-то раз в памяти всплыли слова, одна очень популярная песня, «Не нужен нам берег турецкий». Да, 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 абсолютно согласен. Действительно, своя природа, свои реки, свои люди, тем более у вас такое окружение, у вас такие помощники, вот такой список перечислили, солидный, это очень здорово. Но я так думаю, что все-таки у вас все получится. Почему? У вас есть опыт, у вас уже неплохая материальная база. И то, что состоялось, дети, родители, они это поддержали. Я думаю, что они наверняка пожелают и в следующем году принять все участие в проекте, который будет предложен вами. Я только хотела бы пожелать, чтобы все у вас получилось. А если вдруг получится еще что-то новое, необычное задумать, дай бы, чтобы все получилось. Ну, будем надеяться, да, на лучшую ситуацию. Ну и, наверное, нужно сказать, что нужно заниматься с подрастающим поколением. Бывают различные трудности, но кто, если не мы? Обязательно. Потому что дети, они, понимаете, они впитывают разную информацию. Вот все окружение, которое формируется вокруг них, они буквально впитывают все. И хорошо, что вы создаете такую среду и такое окружение, где дети получают для себя важное, нужное, положительное. Вот как раз вы мне напомнили, я как раз готовилась к этой передаче, натолкнулась на очень интересные слова Иоанна Златоуста, я бы хотела их привести в пример. Очень мудрые слова. Юность нуждается в крепкой узде, потому что она есть как бы костер, который захватывает все лежащее вне его и легко воспламеняется. Вот вы создали вот именно такую среду, вот такой костер, скажем, где дети получают важное, нужное, полезное для себя. Вы согласны? В свое время, да. Потому как как раз вот именно и важно в то время, пока они еще вот, та глина, которую можно лепить. Пока вот в этом возрасте это, да, слава Богу, что происходит. Вот этот объем информации, который на них наваливается, вы их учите фильтровать, что нужно, что не нужно, что полезно, что вредно для ребенка, для его сознания? Ну, за это время, конечно, проходят беседы, проходят общения. Я думаю, что они получают тот заряд, который необходим. И с точки зрения своих сверстников, с которыми они общаются. Это православная среда, это православный дух, это вот та атмосфера, которая нам необходима сегодня. И, может быть, у них, может быть, еще какие-то, ну, различные мысли прийти совершенно другие, уйти в сторону от этого. Но они этот заряд уже получили в своей жизни. И это может быть потом... Вы заложили. Да, востребовано. Мы посеяли. Вот это самое главное. Вам это очень важно, это очень важно. Можно добавить? Да. Я считаю, что вот воскресная школа, патриотический клуб, который действует весь год учебный, они как бы дают теоретические знания во всех тех вопросах, о которых мы сейчас нравственные вопросы тоже мы там поднимаем постоянно. О семье, кстати, с ними разговариваем, о любви и так далее. А вот уже, когда лето приходит, практика, вот здесь они уже показывают, да, знать-то мы знаем, а как мы это можем применить. То есть практическая часть – это вот как раз летний период. Получается, да, летний период, летний отдых – это завершение учебного периода. То есть подведение результатов, можно так сказать. Какое интересное завершение. Вы знаете, я бы с удовольствием приняла бы участие в вашем проекте. Мы вас приглашаем. Интересно, очень интересно. Огромное спасибо вам за то, что вы сегодня были гостями нашей студии и рассказали о том, какое интересное дело задумано при вашем храме. Огромное вам спасибо. Ну а вам, наши дорогие зрители, в завершении программы напоминаю еще и еще раз слова вам хорошо знакомы. Воспринимайте умом, воспринимайте сердцем вашим все то, о чем мы говорим, да и показываем в нашей программе. До скорой встречи на канале Новгородского областного телевидения. Новгородского областного телевидения